Маргарита Южина. Созвездие фаршированных рыб. Классическая любовная история. Девушка попадает под машину у красавца-миллионера. Тот безумно влюбляется, женится и все счастливы. С Элей произошла похожая история. Автобус, в котором она ехала, протаранил трактор. И пока, лежа в больнице, девушка размышляла, придется ли ей выходить за тракториста замуж, появился другой мужчина, считающий себя виновным в Элейной травме. Этот Игорь всего лишь уступил ей свое место в транспорте. Но не может такого быть, решила девушка. Успешная, симпатичная и так искренне раскаивается. Здесь явно какой-то подвох. Глава первая. Тур дурака. День рождения Динки в ресторане прошел без приятных неожиданностей. Как девчонки не веселились, сколько не заказывали музыкальных композиций, никто к ним так и не подошел. Красотой девичьей не пленился и на танец не пригласил. Да и кому подходить-то? За столиками выседали только хмельные степенные дамы, по макияжу видно, что одинокие. Да две трешенные парочки. Так что теперь Динка хмуро сидела в такси и пялилась на ночной город. Нет, Дина, а все-таки мы чудесно посидели. Чтобы ее поддержать, напропалую врала Эля, верная подруга именинницы. И такие вкусные салатики были. Вот тот с кальмарами. Я обязательно себе дома сделаю. Ален, ты не запомнила, чего туда натолкали? Алена третья девица на выданье, которая так же, как и две другие, надеялась на шумное веселье или хотя бы на милое волнительное знакомство, тоскливо пожала плечами. А чего запоминать? Кальмаров и натолкали. Только я не слишком люблю, когда эти резиновые щупальца в тарелке. Но вообще-то, Дина, было все очень вкусно. Да чего там вкусно? Скукотища! Вздохнула именинница и тут же вспыхнула спичкой. Вот вы мне скажите, какого черта этим мужикам надо, а? Ведь мы такие красивые женщины. Квартиры у всех имеются. Деньги, опять же, сами в дом тащим. Машины. Тоже не вопрос. А в ресторане сегодня с нами из мужиков только заливной поросенок. Кстати, а мне он не совсем понравился, просопила Алена. Его, по-моему, не доготовили. Весь вечер перед нами лежал на блюде, как немой укор. Не представляю, как это люди еще собак едят. Эх, девчонки, сладко потянулась Динка. Я же вам говорю. Надо в загранку подаваться. В Мексику какую-нибудь, в Испанию. На Кипр тоже можно. Там сейчас такие пляжи, жара. Мужчины какие. Идешь по песочку, а они тебя взглядами так и сжигают. Так и сжигают. Одними глазами раздевают. А у нас? Все замороженные какие-то. Тут хоть из купальника выпрыгни. Ой, ну, Динка, ну что ты такое говоришь? – воскликнула Аленка. У нас тоже есть, которым кого-то раздеть одно удовольствие. Вот у меня, например, неделю назад соседки шапку стянули прямо возле самого подъезда. И ведь как ловко. Она не успела. Ой, молчи, Алена. Опять страсти про напасти, поморщилась Динка. Нет, я вам, девчонки, так скажу. На отдыхе или там на природе мужчины жуть до чего активизируются. Прямо точно перебила ее Эля. Вот я и когда отдыхала в сосновом бару, там один такой. А когда это ты отдыхала, напружились подруги? Это прошлым летом, что ли? Да нет, еще когда мне 13 лет было в лагере. Так там один парнишка. Ну, Эля, все ясно. Он прелесть, до чего тебя любил, да? Поддела Динка. Нет, он меня ужас до чего ненавидел. Но зато как красиво. До сих пор помню. То ящерицу мне в кровать подбросит, то паука закатила глаза Эля. Столько страсти, столько огня. Представляете, он мне даже однажды косички обрезал. Ножницами. Одну вот так, а другую вообще коротко. Мы в хоре пели, я в первом ряду, а он позади меня. Ну и... Пока ты надрывалась, он тебя оболванил, да? Фуркс-молодинка. Хороша страсть. Нет, девчонки, сейчас день рождения отгуляю, а потом как птица. К югу. Такси остановилось возле дома Эли, и девушка, помахав подругам рукой, нырнула в темный подъезд. Ночью она долго ворочалась, взбивала подушку, переворачивала одеяло. Уснуть никак не получалось. Все вспоминался этот бесполезный вечер. Голодала обида. Ну почему это их, таких молодых? Всего-то 27-28 лет. Никак не замечает сильная половина человечества. Ведь какие они славные девушки. Вот взять хотя бы Динку. С ней Эля была знакома всю свою жизнь. Эта дружба ей перешла по наследству, потому что еще родители Динки и Эли были друзьями, не разлей вода. Динка, или Дина Федоровна Лильская, была довольно хороша собой. Состоятельна и считалась хозяйкой жизни. Это ощущение к ней пришло после того, как еще 20-летней девчонкой она каким-то образом выскочила за богатенького старичка. И тот, как истинный джентльмен, через годик скончался, дабы не обременять с собой молодую супругу. После него в банках остались счета. В центре города крупногабаритная квартира, в гараже парочка навороченных авто. И в комплекте ко всему этому полная Динкина свобода. После такого царского подарка Динка решила, что устроить любую судьбу вообще не проблема, и взяла опекунство над своей двоюродной сестрой Аленой и подругой Элей. На том дело и застопорилась. Никак не намечалась свадебного марша ни у одной, ни у другой. Мало того, теперь даже сама Одинка удивительно долго таскала на себе скорбное звание вдовы, а вовсе не невесты. А между тем Эля, или по-правильному Эльвира Владимировна Дичкова, была девушка весьма привлекательная, общительная, работала логопедом и даже проживала в отдельной квартире. Но вот не задерживались в этой квартире женихи, и хоть ты их наручниками привязывай, а Алена, пожалуй, Алена была единственная барышня, у которой из всех трех был более-менее устойчивый кавалер Митька Кисляков, который сохранился со школьных времен, однако ж никак не мог отважиться на серьезные отношения. Мотался, будто цветок в проруби, то приходил и говорил, что любит, то терялся на месяц и присылал пригласительные на собственную свадьбу. За такое его ветренное поведение Алена Митьку в расчет не брала. Тем более, что девица она была невозможно серьезной, работала терапевтом в маленькой старой поликлинике и всерьез считала, что замуж надо выходить только однажды и на всю жизнь. И вот все эти удивительные девушки были от чего-то совсем не востребованы мужским полом. Динку этот факт весьма раздражал и просто-таки выводил из себя. Алена к этому относилась ровно, вероятно, ждала, когда созреет Митька, а Эля просто жила, предоставив судьбе самой решать такие жизненные вопросы. И, видимо, судьба что-то там такое надумала, потому что уже во вторник прямо на работу к Элле прибежала запыхавшаяся Динка. «Элька, ты сейчас умрешь!» – радостно пообещала она. «Прямо вот тут сразу и скончаешься от восторга». Эля аккуратно вцепилась в стул и на всякий случай приготовилась к восторгу. «Представляешь?» – едва сдерживала волнение подруга. «Сегодня утром несусь на стоянку, а ко мне подходит такой интересный мужчина. Ну, не слишком интересный, так, на любителя. Конопатый, как у кушкино яйцо, но такой обходительный, умереть!» «Значит, обхаживает меня и говорит, «Здравствуйте, Диночка! Хочу вам подарить незабываемый вечер!» «И пригласил меня ко мне домой на званный ужин, представляешь?» «И еще вас просил привезти!» «Он вам тоже друзей притащит?» «Нет, ну прямо такой деятельный, решительный!» «Ты знаешь, Эля, мне почему-то в последнее время деятельные мужчины стали нравиться и решительные!» «С ума сойти!» – промярлила Эля. «А откуда он твое имя узнал?» «Это все просто!» – отмахнулась Динка. «Он потом проговорился. Оказывается, когда мы из ресторана ехали на такси, ну, с дн. рождения-то, он нас вез!» «А мы там себе такую рекламу сделали, ты же помнишь!» Эля кивнула. «Вот уж точно! Чего только не наболтали! И красивые, и богатые!» «Ладно, Динка, но о чем они с Аленой думали?» «Ой, а я никак не могу прийти!» – затраторила Эля, пытаясь придумать отговорку, чтобы на званный ужин не попасть. «У меня, ты знаешь, у меня мама приезжает. Правда-правда?» «Врешь ты все!» – обозлилась Динка. «Ну какая мама? Куда она приезжает, если она у тебя в соседнем доме живет?» «Она у тебя каждую неделю уезжает и приезжает. Работа у нее такая. Она же в турферме работает!»